Борис Шпигель, бывший тесть Николая Баскова, был приговорен к 11 годам колонии строго режима за взятку в особо крупном размере, но ненадолго. Уже через 9 месяцев его освободили. В мире знаменитостей, где блеск и слава часто скрывают за собой темные тайны, история Николая Баскова и Светланы Шпигель выглядит как настоящий роман. Их знакомство произошло благодаря Борису, отцу Светланы, который стал первым продюсером начинающего артиста. Это было время, когда Николай только начинал свой путь к славе, а Светлана училась на юридическом факультете МГУ. Их свадьба казалась всем настоящей сказкой. Но в этой сказке не обошлось без интриг. Светлана, будучи талантливой и амбициозной, быстро поняла, что жизнь с артистом – это не только светские приемы и вечеринки. Частые гастроли Николая заставляли ее засыпать в одиночестве, и вскоре в их отношениях начали появляться трещины. Несмотря на радостное событие – рождение сына Бронислава – брак не смог выдержать испытания временем. Мальчику дали двойную фамилию – Басков Шпигель, но радость материнства не смогло затмить растущее недовольство Светланы. После семи лет совместной жизни она решилась на шаг, который изменил судьбы многих людей. Она инициировала развод, обвинив Николая в отсутствии внимания к семье. Это было настоящим шоком для многих, кто знал их как идеальную пару. После разрыва Светлана запретила Баскову видеться с сыном, оставив Брониславу только свою фамилию. Но Светлана не оставалась одна. Уже вскоре она вновь вышла замуж. На этот раз – за украинского олигарха. Этот брак, казалось, должен был стать спасением для Светланы и ее сына. Все выглядело идеально. Она родила дочь, но счастье оказалось недолгим. Мужчина подал на развод, оставив Светлану с двумя детьми. Светлана, поняв, что жизнь в России становится для нее невыносимой, приняла решение уехать с детьми в Израиль. Эта страна стала для них новым этапом жизни. Но и здесь не обошлось без трудностей. Светлана полностью посвятила себя воспитанию сына и дочери, Нины, и решила вести закрытый образ жизни. Она избегала светских мероприятий и интервью, предпочитая оставаться вне мира обсуждений и осуждений. Но там, где все под прицелом камер, непросто скрыться от слухов. Периодически в прессе появлялись сплетни о том, как Светлана справляется с ролью матери-одиночки, как Бронислав растет без отца, и как Николай Басков переживает за своего единственного репьенка. В то время, как Николай продолжал радовать поклонников новыми хитами и блистать на сцене, его личная жизнь всегда оставалась за семью печатями, несмотря на скандальные пиар-романы с самыми красивыми и знаменитыми девушками нашей страны. После развода со своей первой супругой Николай до сих пор остался завидным холостяком. Однако сейчас имя золотого голоса России вновь пестрит на экранах таблоидов и обсуждается в прессе. Дело в том, что настоящий скандал разразился в начале этого года, когда его бывшего тестя, Бориса Исааковича, осудили за коррупцию. Судьба предпринимателя изменилась в тот момент, когда он оказался за решеткой. Его здоровье резко ухудшилось. Три инфаркта, перенесенные коронавирус и проблемы с сердцем, сделали его уязвимым для болезни. Адвокаты бизнесмена с самого начала начали борьбу за его освобождение, утверждая, что Борис нуждается в медицинской помощи. И вот, спустя несколько месяцев, суд удовлетворил их ходатайство. На заседании суда, проходившем в закрытом режиме, Борис не смог присутствовать, но был общался по видеосвязи из больницы. Судья огласила решение. Ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью удовлетворить. Это решение стало настоящим шоком для общественности. Генеральный прокурор требовал взыскать с осужденного почти 10 миллиардов рублей в пользу государства, считая, что эти деньги были получены фирмами бизнесмена в результате коррупционной схемы. Однако штраф составил всего 450 миллионов рубелей и 11 лет колонии строго режима. Как итог, бизнесмен провел 3 года под следствием, а через 9 месяцев после вынесения приговора был освобожден от наказания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова